Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Сегодня в Омске. Уличный дискомфорт. Едеть невозможно. Как жители города борются с апрельскими проблемами. Законный выстрел. Где научат обращаться с оружием эффективно. Веселый визит. Как подняли настроение маленьким пациентам. А также, как изменились пенсии, какие птицы прилетели и как прошел турнир Ирины Чащиной. Положительные температуры пришли в Омск надолго. Как сообщают специализированные интернет-сайты, в ближайшие 10 суток температура днем. Даже до плюс 7, например, в воскресенье. Однако теплая погода не способствует пока комфорту горожан. На улицах грязь от подтаявшего снега, разбросанного жителями зимой мусора и сырой земли там, где нет тротуаров. В мэрии отчитались, что пытаются следить за санитарным состоянием тротуаров, пешеходных переходов и частного сектора. Однако, это не спасает город, о котором некогда высказался печально русский классик. Детали в обзоре Марины Бугровой. Не проехать, не пройти. Так свою короткую дорогу от дома до остановки в очередную весну называет Валентина Долгушина. Закатанные брюки, резиновые сапоги в это время года у местных жителей, как последняя тенденция моды. Улица Авиационная, конечно, не центр города, всего лишь старого Кировска. Но властями забыто давно. Когда делался ремонт тротуарных дорожек, даже жильцы близлежащих домов вспомнить не могут. Невозможно пройти, потому что грязь, слякоть. Тротуара нет, ямы, грязь сами видите, безобразное состояние. Неоднократно писали, просили, давали такие ответы, что нет возможности. В этом году город не только грязнее. Дороги в еще большем запущении, чем прошлой весной. Автолюбитель Александр Стоматов банально и общеизвестно сетует. Кому плачу налоги? Мужчина недоумевает. Дороги, как правило, дожидаются своего ремонта ближе к осени. Каждую весну разбиваются дороги, просто ездить невозможно, автомобили разбиваем. А улицы вообще ни тропинок нет, ни дорожек асфальтированных, ничего абсолютно. В немецком поселке вообще одна только асфальтированная улица. Остальные все грязь, как людям ходить, на работу выходить. То есть ничего для этого не делается абсолютно администрацией. Асфальт в частном секторе и вовсе мечта за облачной дали встретить хоть одного человека, жителя или сотрудника службы благоустройства на такой дороге нашей съемочной группе, к сожалению, не удалось. Во дворах многоэтажек, где есть асфальт и нет грязи, другая проблема налицо – отсутствие ливневок. А потому резиновые сапоги для мечей пока единственное спасение. Спрос на такую обувь в омских магазинах сейчас зашкаливает. В день уходит до 30 пар резиновой обуви. И пока на каждой городской улице не появится хотя бы столько же благоустроителей, о чистом Омске наверняка можно и не думать. Марина Бугрова, Александр Филиппов и Сергей Горбунов. Антенна 7. Кстати, черно-белого Достоевского сейчас можно увидеть в Омском литературном одноименном музее. Точнее, иллюстрации ко многим знаменитым произведениям классика. Автор работ – омский художник, омский график Игорь Николаев. Выставка черно-белых иллюстраций не случайна и не спонтанна. Художник наглядно изображает сочинение Федора Михайловича с 2011 года. Не фанат Достоевского, как сам Осибил отзывается русский омский график. Свою интерпретацию сна смешного человека и записок из мертвого дома именно в черно-белом объясняет вот как. Его произведения, они вот, ну можно сказать, это борьба добра со злом. А черные и белые цвета, они как раз отражают вот эту взаимосвязь добро, зло. И техника монотипии, которую я здесь использовал, это техника, она вот наиболее подходящая, на мой взгляд, как художника, наиболее подходящая именно вот для Достоевского, когда нужно что-то там копать, что-то там процарапывать. То есть такие вот, такая техника немножко даже напоминает археологию такую изобразительную. Но если серьезно, общеизвестно, что на строительство ливневки в городе нужны большие деньги. В одно время бывший мэр Виктор Шрейдер даже называл цифру 16 миллиардов рублей. Понятно, что эта сумма, превышающая годовой бюджет городской казны, не возьмется из ниоткуда. Помимо этой проблемы есть и масса других. Они наверняка прозвучат в ходе рабочего визита в Омск министра регионального развития России Игоря Слюняева. Ожидается, что он приедет уже на следующей неделе. Он проведет шестое заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию трехсотлетия города. Местная власть проведет для федерального чиновника экскурсию по Омску, покажет то, что уже готово или делается к празднованию Большого юбилея. Это ход реализации проекта метрополитена и предстоящей возможной концепции его переформатирования. Также будем демонстрировать ход работ на здание Омского государственного университета имени Достоевского. Обязательно затронем вопросы, касающиеся Омской крепости, поскольку этот объект волнует всех мячей. Мы к нему серьезно готовимся, будет отдельная презентация. Но пока бороться с грязью будем прежними методами. Месяц чистоты в Омске пройдет с 7 апреля по 8 мая. Именно на этот период запланированы больший объем ремонтных работ на городских дорогах. Об этом рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. В этом году финансирование дорожных работ из городского бюджета меньше, чем в прошлом. На ремонт пойдут 80 миллионов рублей. Сокращена доходная часть и адресно-инвестиционные программы. Вместо 125 миллионов выделено 15. На эти деньги смогут сделать всего лишь 2 дороги и 9 проездов. На этом фоне в мэрии даже составили рейтинг самых плохих дорог. Взять промышленную зону советского округа, улицы Заозерно, Заводские, Красноярский, Трак, Королево, а улицы 25-я, Север, по которой движение очень активно идет, туда мы больше денег тратим на восстановление. В центральном округе, там где грузовой транспорт движется, они больше разбиваются. В советском округе, в Кировском округе, в более лучшем состоянии находятся сегодня Октябрьский округ, автомобильные дороги, Ленинский округ. Остается надеяться, что нервов у автовладельцев хватит. А ведь амичи стали чаще приобретать травматическое оружие. Вот только далеко не всегда владельцы используют его правильно. В критической ситуации самообороны открыть огонь и защитить себя сможет каждый. Но остановит ли травматика опытного противника? С 2012 года, согласно федеральному закону об оружии, граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, должны пройти курс обучения. Научиться применять оружие грамотно любому желающему помогут стрелковым Тире ДСАФ. В единственном на сегодня за Уралом клубе технических и военно-прикладных видов спорта прошли учения по стрельбе для службы судебных приставов. Но рядом с правоохранителями пострелять удалось и обычным школьникам. Небольшое показательное выступление инструктора и уже через несколько минут. За оружие берутся обычные школьники. За последние годы стрельба в Омске стала популярным видом спорта. В секции пулевой стрельбы дети идут охотно. Причем наравне с мальчиками уметь стрелять из оружия хотят и девочки. В стрельковом клубе говорят, это хорошая тенденция. Владеть оружием нужно. Вот только, что называется, с головой. Спортивное оружие можно с... ну обычно с пятых классов начинать. И мы, когда проводим какие-то мероприятия, мы ориентируемся на мальчишек пятые классы. Потому что они поддаются больше агитации и есть больше желания участвовать во всех этих мероприятиях. Сегодня в стрелковом Тире ДОСАВ проходят подготовку и совершенствуют навыки стрельбы все силовые структуры Омской области. Но рядом с судебными приставами обучают и людей с ограниченными физическими возможностями. В этом году в Тире появился еще и совершенно новый для Омской области вид спортивной деятельности. Практическая стрельба. Опасный вид спорта. Но при правильной подготовке и соблюдении всех правил безопасности он сродни шахматам. Здесь используется короткоствольное оружие калибром 9х19 и 9х21 мм. Используются такие образцы стрелкового оружия, как пистолеты «Викинг», аналог нашего боевого пистолета «Ярыгина». Пистолеты «Чезет», пистолеты «Глок», «Гранд Пауэр», «Зау» различных модификаций в различном количестве. Достаточно подготовленные инструкторы могут обучить граждан в данном виде спорта. Другими словами, в стрелковом Тире Омского ДОСАВ омичи могут обучиться использовать практически любое оружие, за исключением боевого автоматического. И все же высшее мастерство владения оружием в умении не прибегать к нему даже в самых неразрешимых ситуациях. Марина Бугрова, Антенна 7. Вообще сегодня день смеха, 1 апреля, и у здания мэрии в честь этого дня провели пикет. Это активисты молодежной организации ЛДПР поздравили чиновников таким образом с праздником. Яркие плакаты и подарочные открытки омичам приоткрыли праздник с совсем иной стороны. Лидер молодежной организации рассказал о сути мероприятия. Цель данного пикета. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить омских чиновников буквально с их профессиональным праздником. На дворе 1 апреля день смеха, день дурака. Но мы считаем, что прежде всего это день омского чиновника. Многие омичи не раз сталкивались с чиновничьим хамством, беспределом, ну и попросту дуростью. А как вы сегодня разыграли своих родственников, друзей или коллег? Или кто-то подшутил над вами? С этими вопросами мы вышли на улицы города. Сегодня день смеха. Вы уже успели разыграть своих близких? Да, конечно. На работе подменила конфеты, на фантики. Было очень весело. Столько всего, много о себе нового узнала. Все ведутся на один фокус. Показываешь, что у тебя на куртке что-то и дергаешь за нос. Все ведутся. У меня сегодня большинство друзей сами придумывали шутки. Учительницы положили кнопку, мышку выключили от компьютера, шов включили. У меня вообще хорошие вспоминации от сегодняшнего дня. Да как-то нет, не особенно. Ну, хочется улыбаться весна, вот хочется радоваться жизни. Все это я понимаю. Ну, точно сегодня, обещаю вам, разыграю свою семью. Нет, я не люблю этот праздник. А почему вы не любите этот праздник? Я себе веселье каждый день могу устроить. Не только в этот день. Смех и радостные эмоции сегодня подарили маленьким пациентам отделения гематологии «Лаврадио» и «Антенна-7». 1 апреля пригласили к детям фокусника и передали подарки. Как гостей встретили в больнице, знают Светлана Урванцева и Кирилл Борисевич. Для пациентов этого отделения курс лечения длится около 8 месяцев. Так долго они редко видят что-то, кроме своих палат. Поэтому каждое появление гостей – настоящий праздник. Сегодня, в день смеха, к детям пришел фокусник. Андрей в больнице меньше двух недель. Мальчик с удовольствием участвует в шоу. Понравилось, как он делал эти фокусы с палочкой. А ты понял, как он это делал? Нет. Это волшебство, считают дети. И правильно, ведь им так важно верить в чудеса. Это всегда для них действительно настоящий праздник. Такой праздник, наверное, у детей в больнице бывает. Потому что они ждут, у них и аппетит появляется, и что быстро-быстро покушаем. Сейчас придут гости, там сейчас будет развлечение, то клоуны, то шоу мыльных пузырей. В гематологию действительно каждый месяц приходят гости. Это отделение под шефной телерадиокомпании «Антенны-7». Поэтому уже не в первый раз детей веселят ведущие «Лаврадио». Многие уже знают их не только по голосам, но и в лицо. Потому что давно находятся в больнице. Цель дружеской программы «Антенна-7» «Лаврадио» посетила детское отделение гематологии в городе Омске. А мы пришли с большой шкатулкой чудес. А принести нам ее помог самый настоящий волшебник – старик Хатабыч. Но и среди ребятишек, как оказалось, нашлись самые настоящие волшебники. Мы подарили им, а они подарили нам классные эмоции. Конечно же, веселье. Все улыбались, все целовались. Все было круто. Вдобавок к эмоциям для детей сегодня – сладкие подарки. Светлана Урванцева, Кирилл Борисевич, «Антенна-7». 100 тысяч человек сменили оператора после отмены мобильного рабства. Социологи отмечают, что сменить оператора хотят от 15 до 25 процентов абонентов. Услуга переноса мобильных номеров России начала работать с 1 декабря 2013 года. Далее другие новости высоких технологий в рубрике «Ай-Гаджеты». Привет, это «Ай-Гаджеты». Пока все ждут появления роботов-строителей, в Амстердаме начато строительство первого дома из материалов, напечатанных на 3D-принтере. Здание собирается из гигантских пластмассовых частей, словно конструктор Лего. Именно поэтому этот проект прозвали «Лего-хаусом». Авторы проекта планируют постоянно модернизировать дом по мере развития технологий. Этим они хотят показать строительным компаниям, каких результатов можно достичь, используя преимущество трехмерной печати. Очень любопытная гарнитура от очень любопытной компании. Стоит дополнение около 8 тысяч рублей. В наличии интересный способ ношения, хороший дизайн и захватывающий звук. Bauer St. Wilkins C5 имеют прямой штекер, на котором находятся три контакта. Это значит, что где-то выше находятся не только сами наушники, но и микрофон. Не сложно догадаться, что все это попахивает совместимостью с Apple-техникой. Наушники относятся к классу затычек. За последнее время их было перепробовано огромное множество. Но в Bauer St. Wilkins C5 нашли чем удивить. Сама затычка выполнена в виде черной полированной пули, которая ничем не лучше сотен других решений. А вот качество и детализация звука бесподобны, отмечают меломаны. Но, к сожалению, понравилось далеко не все. Низкие частоты практически отсутствуют, средние тоже какие-то непонятные. Это делает радость от прослушивания любимых треков неполным. Зато все остальные акустические характеристики выше всяких похвал. Их по достоинству оценят те, кто слушает менее басистые музыкальные жанры. Громкость самих наушников также ниже большинства других. Но это с лихвой компенсируется отличной шумоизоляцией. Слушайте качественную музыку через качественные наушники. Ай-гаджеты помогут с выбором. До встречи. С сегодняшнего дня увеличились пенсии. Трудовые выросли на 1,7%. Социальные на 17,1%. У тех, кто получает две пенсии, трудовую социальную увеличение коснулось обеих частей. Апрельскую индексацию провели в связи с ростом цен. Если пенсия по старости, она повысится где-то на 185 рублей. Если мы говорим о социальной пенсии, допустим, дети инвалиды, то пенсия у них повысится где-то на 1750 рублей. Если мы говорим о двух пенсиях, кто получает трудовую и социальную пенсию, то, допустим, инвалиды вследствие военной травмы получат 2175 рублей. Сергей Тодоров отметил, что хоть суммы и небольшие, но это не разовые выплаты, и впоследствии они будут влиять на дальнейшую индексацию. Грачи прилетели, а вместе с ними лебеди, дразды и журавли. Сегодня в журнанный день птиц. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии нашли ежегодную работу по улучшению условий для пернатых. В одном из старейших дендропарков области, парке имени Грибанова, развесили 15 скворечников. В первую очередь, как говорят биологи, это нужно для того, чтобы защитить лес от паразитов. Скворцы с этой работой справляются на ура. К слову, этот парк в поселке Подгородка уникален в своем роде. Здесь больше ста лет назад впервые за Уралом массово высадили лесные культуры в степной зоне. Но даже в этом островке чистой природы бушуют свои страсти. Сорока – это универсальный киллер, который выступает в период вылета птенцов скворца по скворечнику. Скворчата высовываются. В это время сорока ворует скворчат и докармливает ими своих уже сидящих в гнезде сорок. Мы говорим о том, что врановые птицы, наиболее умные и хорошо адаптированные в городе, такие как серая ворона, нападают на людей, так сказать, просто когда человек, так сказать, проходит около спрятанного в траве сороченка или вороненка. Кроме того, по словам ученых, в Омской области появились новые виды птиц. В птичьей гавани не так давно были замечены большая белая цапля и большой баклан. Биологи объясняют их появление в Омске глобальным изменением климата. Вследствие этого на территории Центральной Азии исчезают водоемы, и птицам приходится искать более подходящие условия. Вчера перворазрядницы, а сегодня кандидаты в мастера. Третий открытый турнир по художественной гимнастике имени Ирины Чащиной «Надежда Сибири» собрал самый сильный состав участников. В четырех номинациях соревновались более ста гимнасток из пяти городов. Спор на Омском ковре шел за десятые балла. Призеры в главной номинации кандидатов в мастера определились только в четвертом упражнении. Начало спора получилось ошеломляющим. В первом упражнении семь омских гимнасток получили оценки на уровне 16 баллов и выше. В сумме все решило стабильность. Амички сохранили лидерство и выиграли все три призовые медали. Самые высокие оценки получила победительница первенства Сибири среди гимнасток до 15 лет Виктория Данильчук. За одну из композиций судьи поставили 17 баллов. Я выложилась очень сильно на блавах, мячей и обручи. У меня получилось и я очень работала выразительно. Ну и старалась понравиться зрителям и судьям. Всего в 60-х уступила победительница Анфиса Зайцева. Она немного моложе соперниц. Свой путь в турнире «Надежда Сибири» Анфиса начинала перворазрядницей, но быстро прибавляла в мастерстве. Сейчас она кандидат в мастера. Пример, как оказалось, брала с Ирины Чащиной. Я всегда смотрела выступления Ирины Чащиной и мне нравится, как она выступала. Ну и у меня больше всего получилось как бы упражнение особо, причем у меня как бы за него обычно не очень большая оценка. А в этот раз я сделала его хорошо, но у меня поставили хорошую оценку. Плотные результаты и в других номинациях. А мячки первые соперницы из Новосибирска, Красноярска и Ханты-Мансийска прибавили в мастерстве. Ирина Чащина отметила прогресс юных гимнасток и задумалась над повышением ранга турнира. Сейчас идет речь о том, что может быть этот турнир даже станет всероссийским. И я бы, конечно, хотела, чтобы так было. Я бы смогла привозить каких-то сборниц, каких-то кумиров для детей. Может быть даже проводить мастер-класс и выступать в галоконцерте. Владимир Стомин, Кирилл Борисевич, Антенна 7. Замечу, за весь выпуск мы не пошутили ни разу. Присылайте свои интересные видеоистории на наш электронный ящик новостисобако-антенна7.ру. Следите за новостями на нашем канале и до встречи. Надоела зима и серая весна? Соверши покупку и выиграй путевку в лето. Успей до 26 апреля. В лето с континентом. Спортивный комплекс «Ермак». Бассейн, сауны, спортзал. Мы работаем для того, чтобы вы хорошо отдыхали. Улица Чапаева, 71А. Круглосуточно. Телефон 94-82-85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...